Экономической основой деятельности администрации городского поселения Родники является бюджет поселения, ежегодно утверждаемый депутатами. Согласно бюджету 2016 года в доходную часть было заложено 59 миллионов рублей, а в расходную – 57,5. Поправки в течение года вносили семь раз. Говоря о проделанной работе администрации нашего поселения в 2016 году, отмечу, что одним из основных приоритетных направлений нашей деятельности является создание основы для расширения таких социально значимых задач. Это задача повышения качества образования, улучшения здравоохранения, социальная поддержка незащищенных слоев нашего поселения и формирования достойных условий жизни в поселке Родники. В школьных и дошкольных учреждениях в период подготовки к учебному году был произведен ремонт. В сфере здравоохранения чувствуется нехватка как персонала, так и помещений. Из-за отсутствия финансирования не удалось завершить ремонт амбулатория. В 2016 году все ресурсы, снабжающие предприятия жилищно-коммунального хозяйства, работали стабильно. Отопительный сезон начался своевременно и проходит без сбоев. Водоснабжение и канализирование не вызывают каких-либо серьезных вопросов. Огромнейшая благодарность Раменской теплосети, Раменскому водоканалу. Спасибо за оперативное реагирование в решении текущих вопросов у руководства Раменского водоканала. Очень надеемся на благотворное сотрудничество в текущем году. И на территории поселения находится градообразующая предприятие, плензавод Родники. В его состав входит плечо-проперативный менеджмент спринс, которым с 2012 по 2014 года была произведена реконструкция водозаборного узла. В 2016 году администрации городского поселения Родники был предпринят ряд шагов по внедрению энергосберегающих технологий с целью экономии бюджетных средств. Речь идет о замене всех приборов учета в сети уличного освещения на новые электронные приборы учета электроэнергии, позволяющие в режиме реального времени получать информацию о расходе электроэнергии. Послуживанием многоквартирных домов в нашем поселке занимается единственная управляющая компания. В Милинской управляющей компании были произведены определенные ремонтно-строительные работы. Это и по мягкой кровли, и ремонт шиферной кровли, козырьков, фасадной и домовой работы и другие. Администрации уделяют огромное внимание содержанию территории поселка в чистоте. Организован круглогодичный сбор и вывоз твердобытовых отходов, ликвидируются стихийные свалки. Вот сегодня то, что Николай Николаевич доложил, начитался. Понятно, что он начал работать не с Нового года, а с 2016-го, а раз не позже. Тем не менее, он начал жить полностью в курсе своего дела, что происходит, полностью владеет ситуацией и готов решать те проблемы, которые существуют в поселке. Николай Николаевич, я желаю вам в будущем потерять желание и сделать все возможное, чтобы в будущем, в этом году, точнее, на будущем выборах победить и уже на 100% взять власть в свои руки. И, соответственно, работать дальше от лагеря, козырьков и вашего дела. Лучшие жители поселка были отмечены грамотами главы Раменского муниципального района. Александр Винченко и Марина Миткевич для программы «Городские вести». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...